Сегодня мы будем обсуждать вклад результатов клинических исследований в эффективность и безопасность управления сахарным диабетом второго типа. Наступает профессор Аметов Александр Сергеевич. Ну и я, собственно говоря, вас меняю. Бокоуважаемый Павел Андреевич, кубокоуважаемые коллеги, в первую очередь слова благодарности за приглашение выступить на терапевтическом обществе московском. Для меня это большая честь. И сразу же хочу показать современные цифры, касающиеся масштабов проблемы. Когда мы говорим «сахарный диабет», эксперты ВОЗа используют терминологию «первая неинфекционная эпидемия». И следует отметить, что это относится в первую очередь к сахарному диабету второго типа. Когда мы говорим о высокой смертности, обратите внимание на цифры почти 7 миллионов за 2021 год, погибших от причин, так или иначе ассоциированных с сахарным диабетом, это в первую очередь относится к сахарному диабету второго типа. И если суммировать информацию, которая вам представлена, увеличение количества пациентов с перспективой продолжения этого роста, и мы пока ничего не можем предпринять на эту тему, и постоянно увеличивающаяся смертность от причин, так или иначе ассоциированных с диабетом. Посмотрите данные, которые публикует Всемирная организация здравоохранения. И здесь очень важно, что когда мы говорим про сахарный диабет, что каждый четвертый случай смерти среди взрослого населения в возрасте от 35 до 64 лет, наиболее трудоспособный возраст, так или иначе фиксируется, происходит по причине сахарного диабета. Последние пять лет, может, пять-шесть лет, во всех своих докладах я ставлю вот этот слайд. Сахарный диабет второго типа. Почему выигрывая отдельные сражения, рассказывая друг другу, как мы научились снижать сахар, как мы снижаем гликированный гемоглобин там на процент, на полтора процента, а на самом деле мы тотально, глобально проигрываем войну против диабета, никоим образом не влияя на показатели смертности наших пациентов, преждевременной смертности наших пациентов. Сразу же хочу сказать, что история на самом деле начинается очень рано. Она начинается в утробе матери. И вне зависимости от того, родится ребенок с весом меньше, чем 2-2,5 или больше, чем 4-4,5 килограмма, с одинаковой степенью риска он родится с выраженной инсулинорезистентностью. И тогда, когда он достигнет возраста 40-50-60 и дальше, у него от 7 до 10 раз увеличивается риск развития любых метаболических заболеваний. Это и ожирение, и диабет, артериальная гипертензия, и шимическая болезнь в сердце. Сейчас очень много исследований на тему не алкогольная, жировая, а метаболическая болезнь печени и так далее. Этот список можно было продолжать, потому что сейчас зафиксированы есть удивительно уникальные работы по поводу процесса, который именно в утробе матери протекает метаболическое программирование. Метаболическое программирование практически всех функций, органов и систем. Что в финале получается? Получается, что на протяжении целого ряда лет, а это не минимум 10-15 лет, более чем 80% случаев у наших пациентов уже существует. Большинство моих коллег скажут гипергликемия. А в слове гипергликемии никто не чувствует никакой опасности. И я всегда вместо гипергликемии использую термин «глюкозотоксичность». Неконтролируемая глюкозотоксичность, которая формирует так называемый отрицательный метаболический фундамент. Отрицательный метаболический фундамент, который на фоне практически 100% генетической предрасположенности, хотя заявляя 100%, если вы меня спросите, а где первичный генетический дефект, до сих пор ответа на этот вопрос нет. Дальше целый ряд эпигенетических модификаций, которые вместе участвуют в этом процессе. Да, все это способствует развитию выраженной клиники сахарного диабета. Но так или иначе диагноз устанавливается с опозданием на 10-15 лет. Лечение инициируется очень поздно, тогда, когда уже феномен отрицательный метаболической памяти уже сформировался. И мы до сих пор не осознали, что такие феномены, как глюкозотоксичность и липотоксичность, они начинают действовать достаточно рано, как только превышается порог так называемых физиологических значений. Уровень гликемии выше, чем 6,4 миллимоль на литр, уже выключается секреция инсулина, уже нарушается глюкозостимулированная секреция инсулина, уже начинает реализовываться, проявляться глюкозотоксичность. И липа, и глюкозотоксичность представляют реальную опасность для практически всех клеток, тканей, органов и систем. В течение последних 100 лет, наверное, уже чуток больше, сахарный диабет всегда рассматривался в первую очередь, как нарушение уровня глюкозы, а следовательно, именно гликемия нуждается в контроле. И такая первая ласточка, применительно к сахарному диабету второго типа, это британское проспективное исследование, такое фантастическое исследование, выполнявшееся в Великобритании, UKPDS. И тогда сказали, что да, мы, собственно, можем попытаться управлять перспективой развития и прогрессирования микро- и макрососудистых осложнений. Какие выводы были сделаны, когда подводили итоги британского проспективного исследования? При нормальной концентрации гликированного гемоглобина риск развития инфаркта миокарда был в 2-3 раза выше риска развития любых микрососудистых осложнений, а концентрация гликированного выше 10%, здесь мы видим риск развития инфаркта миокарда и микрососудистых осложнений приблизительно стояли на одном уровне. А вот очень такая поучительная, очень важная таблица. Таблица, где суммированы ключевые исследования, которые когда-либо выполнялись по отношению к пациентам, болеющим с сахарным диабетом 2-го типа. Открывает перечень исследования UKPDS, дальше исследование ACORD, это американское исследование, исследование ADVANCE препарат, кликвозит диабетон МВ, дальше продолжение ACORDEON, дальше исследование ветеранов и так далее. И стартовые мы видим цифры, с чего это все начиналось, но принципиально важно, посмотрите микрососудистые осложнения, сердечно-макрососудистые и смертность. И мы видим фактически, что жесткий контроль гликемии, он не дал тех результатов, которые все ожидали, потому что считалось, что как только мы выйдем на нормальные значения гликемического профиля, да, мы сможем каким-то образом повлиять на вот эту такую драматическую ситуацию. Более того, исследование ACORD, которое здесь стоит на второй строчке, показало увеличение смертности на 22%. Исследование было остановлено, и все газеты всего мира написали, исследование, посвященное контролю гликемии, остановлено в связи с высокой смертностью больных. 22% – это очень высокий процент. Обсуждалась даже такая история, что, может быть, нормальные значения гликемии у больных с сахарным диабетом, они уже не надо их добиваться, потому что они могут быть опасны для человека. Даже такой парадоксальный вывод был сделан, и это принципиально важно. Исследование британское, исследование ACORD, исследование ADVANCE и так далее, в основном участвовало как ведущий ключевой сахароснижающий препарат. Это были разные препараты сульфанилмочевины второго поколения. Нормальные препараты используются до сих пор, добивались хороших результатов. И, в принципе, вот в этой цепочке только исследование ADVANCE, которое показало приличные результаты, но не так, так скажем, выраженно, но, в принципе, точно смертность не увеличивалась. Дальше история про теазолидиндионы. Известная история с розеглитозоном, который первоначально в Соединенных Штатах до 39-40% больных с сахарным диабетом второго типа получали розеглитозон. Популярнее препарата просто не было. Потом возникла история, что все-таки увеличивается риск развития инфаркта миокарда, увеличивается смертность у тех, кто принимает этот препарат. И целый ряд дискуссий на эту тему, FDA в финале запрещает использование этого препарата. Потом произошла реабилитация относительная, но, так или иначе, никогда розеглитозон не вернулся на прежние позиции. В то же время препарат, который здесь представлен как результаты исследования PROACTIV, пиоглитозон, на сегодняшний день показал очень хорошие результаты в отношении кардиопротекции, снижения смертности, снижения, так скажем, риска развития повторных инфарктов миокардов, инсульта и так далее, и так далее. Идем дальше. Что нужно зафиксировать? Нужно зафиксировать, что сахарный диабет второго типа постоянно прогрессирующее заболевание. И очень важно по вертикали слева, что постоянно это четко зафиксировано, прогрессирующее уменьшение массы функционирующих в это клеток. Как правило обсуждается, что это в результате прогрессирования апоптоза, апоптоза запускается в результате клюкоза, липотоксичности, откладывания амилоидов, там разные механизмы, и, собственно, считается, что это такой доказанный факт. Но принципиально важно, что по мере уменьшения массы функционирующих в это клеток, существенным образом ухудшается условие достижения гликемического контроля. И здесь показаны такие традиционные этапы действия. Там одна таблетка, две таблетки, три таблетки, все это на фоне, так скажем, ну, какого-то изменения образа жизни, но каких-то результатов, таких, чтобы, чем мы могли бы гордиться, их не произошло. Тогда, в 1998 году, в Барселоне, при подведении итогов британского проспективного исследования, мне повезло, я присутствовал на этом заседании, сказали такую фразу, я даже удивился, так резко заявлено было, так жить нельзя, так жить нельзя, и впервые произнесли, что в абсолютно одинаковой степени приоритета важно, важно контролировать и гликемию, и артериальное давление, и липидный профиль. И еще неизвестно, что более важно, может быть, это совсем не уровень глюкозы. Это 1998 год. Тогда возникла такая терминология, и даже терминология, ну, идеология, многофакторное управление, многофакторное управление с сахарным диабетом. И тогда возникла такая необходимость кардинальным образом изменить представление, и я поставил вот этот слайд, демистификация, преодоление заблуждений, наших заблуждений в отношении вот этого заболевания, которое долгое время считалось, легкая такая прогулка, назывался инсулин, независимый сахарный диабет. А если мы говорим, инсулин независимый, то никакой опасности нет, люди не чувствуют, ну, что там, взял одну-две таблеточки, и вот у тебя все хорошо. Сейчас кардинально мнения изменились, и мне очень нравится название. Наука с темным прошлым, но все-таки светлым будущим. Смотрите, по-другому стали трактовать события. Во-первых, у пациентов, страдающих сахарным диабетом второго типа, более 85% случаев у них есть нарушение жирового обмена, есть избыточная масса тела, или есть ожирение. И не случайно, если двигаться слева направо, то мы видим начало, стартовая часть, висцеральное, центральное, абдоминальное ожирение, как результаты этого, инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность и, как следствие инсулинорезистентности, гипергликемия, а следовательно, глюкоза, токсичность. Висцеральное, центральное, абдоминальное ожирение, это повышение уровня свободных жирных кислот, а это означает липотоксичность. И начиная с 1994 года, когда три группы, независимо друг от друга, открыли адипонектин, один из таких сейчас популярнейших адипоцитокинов, который является маркером метаболического здоровья, маркером и интегратором метаболического здоровья, и в этом случае отмечает достоверное снижение уровня высокомолекулярного адипонектина. Как клиническая симптоматика, да, гипергликемии присутствует, дислепидемия, которая давным-давно, на самом деле, тут никаких секретов не было, уже в 1998 году четко зафиксировали цели в отношении триглицеридов, липопротеидов высокой, липопротеидов низкой плотности и так далее. Значит, вот эта история в большом проценте случаев артериальная гипертензия, дальше эндотелиальная дисфункция и как следствие нарушения свертывающей системы крови, как наличие на фоне ожирения системного хронического делотекущего воспаления, и мы видим здесь повышение уровня цирреактивного белка, а дальше повышение уровня ингибитора-активатора плазминогена-1, еще перемещаемся вправо, и как результат вот этого всего мы видим атеросклеротические и сердечно-сосудистые заболевания, собственно, то. И опять на этом фоне мы видим нарушение липидного профиля и все, что с этим связано. А фактически речь идет о том, что да, вот эта история, она, так скажем, завершилась, точнее продолжается, с ситуацией, которая приводит к высокой смертности. При сахарном диабете второго типа смертность от сердечно-сосудистых заболеваний превышает 32-34%. На первом месте здесь сердечная недостаточность. Посмотрите, коварная отряда сердца, почки, нарушение метаболизма. Как, с каким опозданием мы устанавливаем диагноз сахарный диабет второго типа? Как на самом деле на этом фоне мы имеем с вами, как быстро развиваются изменения со стороны сердечно-сосудистой системы? На этом фоне, как быстро развивается почечная и хроническая болезнь почек? И смотрите, сердечная недостаточность это ранее широко распространенное и в принципе невыявляемое, невыявленное осложнение у лиц с сахарным диабетом второго типа. И это принципиально важно. Обратите внимание, слева приблизительно эта информация, 25-40% лиц с сахарным диабетом уже имеют сердечную недостаточность, уже имеют высочайший риск преждевременной смертности. И мы видим также, что порядка 70% больных с наличием сахарного диабета мы имеем так называемую бессимптомную дисфункцию левого желудочка и основание для того, чтобы это все развивалось. Дальше хроническая болезнь почек. И здесь мы тоже видим высокий процент. Высокий процент хронической болезни почек мы видим примерно развивается у одного из 10 взрослых. А если мы говорим про сахарный диабет второго типа, то эти цифры уже возрастают до 40%. И это именно взаимосвязано. Неслучайно в последнее время часто ведет такой разговор. Защитишь почки, ты сохранишь таким образом и функцию сердца. То есть это абсолютно взаимосвязанные события. Так или иначе, и хроническая, и сердечная недостаточность, и хроническая болезнь почек существенным образом сокращают продолжительность жизни. И это все фиксировалось достаточно длительное время. И как бы, даже такая была, знаете, фраза. Ну что такое вы хотели бы? Это естественное течение заболевания, естественное развитие событий. Так и должно быть. На самом деле, конечно, так не должно быть. И показываю вам такой мой любимый слайд из следующего конгресса. Стокгольм. Стокгольм, 2015 год, осень. Исследование Эмпорек Ауткам. В зале, я тоже сижу в этом зале. Сижу в этом зале, но меня никто не фотографирует. Вот здесь сидит, вот на первом плане, нет анимации, ну, не принципиально, вы мне поверите, сидят люди, которые открыли рот. Открыли рот, глядя на экран. Поступает канадский профессор, Бернад Зинман такой, и представляет результаты исследования Эмпорек Ауткам. А почему они все сидят? Я, наверное, тоже сидел с открытым ртом, если честно. А сидят они потому, что им показывают вот этот слайд, где нет ничего про сахар, где нет ничего про гликированный гемоглобин, а показывают, что в группе пациентов более 99,9% в этой группе пациенты имели уже тяжелые сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе, и стаж диабета более 10 лет, в основном мужчины более 70%, которые получали стандартную многофакторную терапию в соответствии с международными стандартами, им добавили ингибитор натрия-глюкозного котранспорта, эмпоглифозин в двух дозировках, и по сравнению с плацебо, трехточечный мейс, 14% снижения относительного риска, сердечно-сосудистая смерть, причем докладчик сделал такую паузу, и не показывает вот эти 38%, потому что никогда до того у больных диабетом 2-го, 1-го, какого хотите типа, никто не видел таких результатов, снижение смертности почти относительного риска практически на 40%, госпитализация по причине сердечной недостаточности, и госпитализация, и смертность, это взаимосвязанные вещи, 35%, и как бы вдогонку почечные, почечные, смотрите, конечные точки, 39%, и на самом деле никто, да, выступал, ну, то, что называется при подведении таких исследований, выступал комиссар, да, комиссар, который должен был прокомментировать, и первое, что он сказал, вот эти результаты, которые мы видим, абсолютно фантастические, они никоим образом не связаны с уровнем гликемии, потому что гликемия к применительно гликированному гемоглобину у этих пациентов снизилась всего на 0,3%, то есть абсолютно незначительное снижение, и здесь какие-то другие факторы сыграли, вот сыграли, и вот мы получили такой результат, и это не просто, что мы сбрасывали лишнюю глюкозу с мочой, и кто-то говорит, да, смотри, дорогостоящий диуретик, вот и ничего другого, а это какая-то другая история, история, которую еще предстоит каким-то образом осознать, и тогда в своей лекции я поставил вот этот слайд, на тот период времени это был самый крупный атомный ледохол в мире, ледохол Арктика, сейчас какой-то другой есть, уже еще более крупный, у меня нет просто этого слайда, и который прокладывает путь, дорогу к другим препаратам, другим классам, другим сахароснижающим препаратам, при абсолютно другой идеологии отношения вообще к диабету, к нашим действиям, и посмотрите кардиоваскулярные исследования, и такая революционная эволюция, революция, тут мы по-разному можем к этому относиться, но посмотрите, верхняя часть, верхняя часть, мы видим целый ряд исследований, которые выполнены с классом инкретиновых препаратов, агонисты рецепторов глюкогона, подобного пептида-1, посмотрите, сколько исследований под, через такую же призму, я вам сейчас их тоже покажу, нижняя часть, это посередине даты, когда закончились исследования, нижняя часть ингибиторы натрия-глюкозного код транспорта второго типа, это не только ЭМПА, это и ДАПА, и КАНА, и ИПРА, любые, потому что это абсолютно новая дорога, которую моментально, моментально ученые всего мира, и я должен сказать, что вот это событие в Стокгольме, оно послужило таким мощным стимулом невероятного объединения усилий между терапевтами, кардиологами, диабетологами, эндокринологами, для того, чтобы попытаться что-то такое изменить, кардинально изменить, и стали звучать такие фразы, а что, нужно обязательно заболеть диабетом, чтобы получать препараты, которые могут каким-то образом серьезно повлиять на ход развития событий. И посмотрите в отношении, так скажем, других одноклассников, что после исследования Эмпорек Ауткам и другие исследования продемонстрировали благоприятный эффект на сердечно-сосудистые события и почки при применении ингибиторов натрия-глюкозного код транспорта второго типа. И мы видим здесь исследование канаглифозин, дапаглифозин, еще раз канаглифозин через ту же призму, но мы нигде не видим ни одного слова на тему, что кто-то там снизил лучше сахар или хуже. Это принципиально важно. Более того, начиная вот с этих моментов, моментально международные институты прореагировали, сказав, смотрите, при любом уровне гликированного гемоглобина, можете его не смотреть даже, при любом уровне, при наличии атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, обязаны назначить препараты или ингибиторы натрия-глюкозного код транспорта, или агонисты рецепторов глюкогоноподобного пептида-1. Дальше нужно сказать и честно признаться, это не диабетологи, эндокринологи, кардиологи. Кардиологи и Европейская Ассоциация, Американская, и Российская во всем мире стали разрабатывать концепцию фактора риска, сейчас тоже это покажу. Смотрите, кардио- нефропротекция, ингибиторы натрия-глюкозного код транспорта второго типа показано и для пациентов, у которых есть установленный диагноз сахарный диабет второго типа и у тех, у кого нет сахарного диабета. Это абсолютно уникальное продолжение для этой истории. Хотя я с самого начала ставил вопрос, а нужно ли продолжать называть эти препараты сахароснижающие? Потому что обнаружены абсолютно свойства, которые не только по отношению к сахароснижению, это принципиально важно. Ингибиторы продемонстрировали снижение смертности госпитализации по причине у больных диабетом с недостаточностью без сердечной недостаточности. То есть получается очень много таких свойств, которые неожиданных свойств, которые представляют интерес не только для врачей моей специальности. Нефропротекция. Нефропротекция при назначении препаратов этого класса и мы видим влияние ингибирования натрия-глюкозного транспорта на почные конечные точки продемонстрировано тоже в целом ряде исследований посвященные этим вопросам. Кардио-нефропротекция доказана у лиц с хронической болезнью почек для исследования креденс-каноглифозин, дапоглифозин, дапасикиди и эмпоэпо. Кидные результаты должны вот-вот быть опубликованы. Дальше, конечно, вопрос, который обсуждался с самого начала специалистами любого профиля, те, кто был заинтересован в продвижении этих вот этих результатов. С одной стороны, эффективность, и мы видим, да, сердечно-сосудистая система, да, почки и влияние на метаболические процессы. С другой стороны, профиль безопасности, профиль безопасности в первую очередь обсуждалась инфекция мочеполовой системы, генитуре, мочеполовой системы, и это такие ключевые осложнения, которые обсуждались. Дальше, понятно, что эффективность, она превысила, в этом смысле, значимость всего того, что рассказал. И посмотрите, как выглядит история сердечно-сосудистой и почечной эффекты для органистов рецепторов глюкогона подобного пептида-1. И не буду перечислять здесь по горизонтали вверху все исследования с разными абсолютно представителями этого класса. Но по вертикали слева мы видим абсолютно такая же идеология. Эффективность и безопасность, в первую очередь, кардио- и нефропротекция через при использовании вот этих для представителей вот этого класса агонисты рецепторов глюкогона подобного пептида-1. И те, кто сидят у экранов и сейчас вот могут сделать скриншот, сделайте скриншот вот с этого слайда, потому что начиная, как только были опубликованы вот эти данные, в общем-то появилась такая идеология, такая терминология, лучше сказать, болезнь модифицирующая терапия, не сахароснижающая, а болезнь модифицирующая. И обратите внимание, многофакторность, плеотропность эффектов, снижение артериального давления, снижение гликированного гемоглобина, нормализация уровня липидов и самое главное динамика уменьшения массы тела. Кстати, эта проблема на сегодняшний день абсолютно приобрела катастрофические масштабы, потому что производители с учетом вот этого появлившегося истории с уменьшением массы тела, совсем не обязательно на фоне диабета, без диабета, колоссальная востребованность препаратов этого класса, их невозможно приобрести ни за какие деньги в мире сейчас, такой бум стоит вокруг этого, но мы видим с вами и крайне правую строчку, снизу вверх, результаты, которые имеют доказательную основу, доказательную базу, это принципиально важно, тогда появилось новое понимание, а что такое сахарный диабет второго типа, и что это означает возможность управления исходами, тогда терминология, она не имеет какого-то научного, для меня это революционные достижения, не принципиально, как мы будем это трактовать, но сам факт, что у нас появилась возможность, так скажем, использовать препараты, которые обладают и кардией, и нефропротекцией, уже говорит о существенной перспективе, дальше, кардиологи, я начал это рассказывать, во всем мире совместно разработали факторы риска, факторы риска, они здесь перечислены, и в зависимости от возраста, это тоже принципиально важно, и появились, так или иначе, сахарный диабет второго типа, это наличие риска, но здесь они, мы видим с вами, умеренный, средний, очень высокий, кто-то говорит, экстремально высокий, и я поддерживал это, потому что люди должны понимать опасность, как раз на уровень опасности, погодной, метео, это, сводки, что уже давай носа не высовывай на улицу, опасно для жизни, то же самое здесь, но я для себя и всегда стараюсь это подчеркнуть, а зачем факторы риска, только за тем, чтобы на самом деле назначить препараты, которые доказали, имеют доказательную основу, и в алгоритмах это подчеркивается, на максимально ранних сроках, не дожидаясь тогда, когда уже поезд ушел, и вдруг мы тут начинаем какие-то активности делать, в прежних алгоритмах там писали, вот если гликированы больше 11, назначьте инсулин, так вы назначите его раньше, чтобы не было 11, 12, 13 и так далее, назначите агонисты рецепторов ГПП-1, которые нейтрализуют и глюкоза, и липотоксичность сразу, это намного экономически и политически, и как угодно, выгодно для общества, для кого угодно, посмотрите, сделайте скриншот, это очень полезный слайд, посмотрите, метформин, метформин появился в 1980 году на первой строчке, потому что провалилась сульфанилмочевина, там всего было 340, Павел Андреевич, всего 342 пациента на фоне многотысячной армии, но он показал себя и эффективно, и безопасно, и вот его поставили на первую позицию, и он до сих пор там, и по прогнозам, вот разные аналитические обзоры существуют, считается, что минимум еще 10-15, а я думаю, больше лет, он будет стоять на первой позиции после изменения образа жизни, а дальше, а кого к нему, кто был бы для него хорошим партнером, как продолжать эту историю, и посмотрите, здесь уже какой идет верхняя, вот верхняя по горизонтали, какие параметры оцениваются, да, здесь есть, как влияет на гликемию, потому что гликемию мы обязаны управлять гликемией, это, так скажем, не история, что надо забросить сахар и им не заниматься, нет, обязаны, но посмотрите, сколько еще моментов мы контролируем, да, снижение гликированного, да, риск гипогликемии, да, сердечно-сосудистые исходы, прибавление, прибавка массы тела и так далее, и, конечно, предпоследнее, стоимость, а стоимость, это доступность, доступность, фордобилити, потому что вы можете что угодно рассказывать, вот стоя здесь за трибуной, если это недоступно обществу, недоступно вашим пациентам, тогда это абсолютно пустой разговор, и мы видим с вами, что для ингибиторов натрия глюкозного по транспорту, для агронистов, рецепторов глюкогона, подобного пептида-1, ингибиторы дипептидил, пептида-З4, это тоже инкретиновый класс, тут очень хорошие показаны результаты, да, мы видим с вами, когда, какой вывод, если два класса показали хороший результат, на сегодняшний день, как будет дальше развиваться событие, не готов предугадать, преимущественно, агронисты рецепторов ГПП-1, в большей части получено снижение частоты событий, связанных с атеросклеротическими заболеваниями, ингибиторы натрия глюкозного по транспорту, снижение частоты, связанной с хронической сердечной недостаточностью, вот это на фоне разных документов. Дальше два домика, два домика вернулись, почему я так вспомнил 1980 год, многофакторное управление, в абсолютно одинаковой степени приоритеты важно, не повторяя уже эту фразу, здесь слева все это представлено, но еще появилось отношение к пациентам, это подчеркивается во всех последних современных документах, да, снижение бремя диабета на жизнь пациента, это принципиально важно, на фоне, да, изменения образа жизни, сейчас настолько подробно распитано, расписано, сколько он должен спать, сколько шагов должен делать, как он должен сидеть, и короче, вот детальнейшее, но это требует существенного усиления вот этого звена, который должен выполнять образовательные функции, терапевтическое обучение называется это, это принципиально важно, потому что если вы не объяснили пациенту, не рассказали для чего, то это пустые абсолютно слова, посмотрите, не буду здесь вам и не утомлять вас и пугать перед сном, вот это современный алгоритм, где расписана вся эта история, но ключевым вот слева, слева вверху, это наличие атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, на первое место выходят эти два класса, вне зависимости какой уровень гликирован, пускай он будет самый супер нормальный, но вы обязаны назначить препараты вот этих двух классов, с учетом, когда акцент на ингибиторы, натрия-глюкозного потранспорта, когда на агонисты рецепторов ГПП-1, вот это вот продолжение, развернутая часть этого алгоритма, здесь все точно написано, что я вам только что сказал, а дальше одна из перспективных дискуссий, которая сейчас идет, вот эти два класса, которые показали такие супер результаты по отношению кардио-нефропротекции, на самом деле уменьшение смертности, снижение риска госпитализации по поводу сердечной недостаточности, а это для меня, по крайней мере, это тоже смертность, они имеют абсолютно различные точки приложения, разные механизмы, но сработавшие, как говорится, абсолютно в таком параллельном ракурсе, и тогда возникает следующая история, а может быть их сразу вместе назначить, таких исследований пока не было, исследования сейчас есть, когда агонисты рецепторов ГПП-1 совмещают с глюкозоингибирующим, с еще одним представителем инкретинного класса, ГПП-1 и ГИП, и есть такой препарат, зарегистрированный в Соединенных Штатах, до нас пока не дошла эта очередь, непонятно, когда терцепатит, но он у нас исследовался в клинике по нашему отделению на базе Боткинской больницы, терцепатит такой революционный препарат, который показал существенное снижение массы тела и управление гликемией и различными нарушениями метаболическими нарушениями, и рассматривается возможность вот такого сочетания, но не случайно везде в алгоритмах присутствует представители указывается вот этих классов с доказанными свойствами, имеющие доказательную основу, это не просто популизм, который вот давайте вот это вот, нужно уж еще доказать, что да, это принципиально важно. Ключевая линия последних документов липотоксичность, липотоксичность, коль скоро доказано, что у пациентов диабетом второго типа, есть избыточная масса тела, есть ожирение, а это уже принципиально важно, необходимость управления этими процессами, потому что это означает наличие инсулино-резистентности, инсулино-резистентность будет означать развитие гипергликемии, гипергликемия на себя будет требовать гиперинсулиномии, и я недавно проводил одно такое ну совещание, вебинар такой, там участвовал профессор американский, там речь шла вокруг, так скажем, факторов, которые мы могли бы учитывать, это препараты, питание, образ жизни, и он использовал, я первый раз услышал такой термин, я часто использую глюкозотоксичность, липотоксичность, чтобы как-то усилить эту смысловую нагрузку, а он произнес инсулино-токсичность, потому что высокие концентрации уровня инсулина, это существенно, это известно, на самом деле тут нет открытия фактор риска, в первую очередь развития артериальной гипертензии и так далее. Дальше, дальше дискуссия двух профессоров, которые, так скажем, по-разному трактуют вот наличие ожирения, каким образом, один говорит, только этим надо заниматься, можете даже про сахар забыть, вот основные усилия здесь. Справа Джеффри Меканик когда-нибудь, когда-то с ним встречался, общался такой, более, на мой взгляд, я поддерживаю больше вот эту правую точку зрения, что здесь не надо в ущерб какого-то одного пункта сконцентрироваться только на другом, в одинаковой степени приоритета важно контролировать и гликемию, контролировать и, так скажем, и гликемию и массу тела. Да, новые алгоритмы, которые разрабатываются в ближайшее время, будут опубликованы с акцентом на избыточную массу тела, на, так скажем, рекомендации, уже появляющиеся рекомендации по поводу бариатрической хирургии, которые неслучайно называются, если мы поговорим с этими людьми, они называют себя метаболическая хирургия, вот, и снижение веса положительно влияет на течение заболевания и в верхней части все то, что рассказывал только что. Предыдущие рекомендации были слишком глюкозоцентричны, и я уже прокомментировал, что не всегда мы получали вот эту доказательную базу, что это каким-то образом влияет на исходы. Да, начиная с 2015 года, целый ряд исследований, которые продемонстрировал, которые показали, что вот эти сахароснижающие препараты действительно обладают уникальными свойствами, обе группы снижали их треточечный мейс, а ингибиторы натрия-глюкозного котранспорта снижали риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности, прогрессирования хронической болезни почек, это принципиально важно, ну и, так скажем, последние клинические рекомендации, они уже включают препараты этой группы для больных с высоким пациентом, с высоким риском, сердечно-сосудистых заболеваний, сердечная недостаточность или хроническая болезнь почек. Остались вопросы, которые обсуждаются и в отношении механизмов, и однозначно нигде нет публикаций, где бы четко зафиксировали, а за счет чего такие результаты были получены. Вот, обсуждается, можно ли использовать, если мы говорим болезнь модифицирующая для первичной профилактики, вопрос тоже открытый. Какие все-таки препараты выбрать в первую очередь, это тоже такой дискутабельный вопрос на него, четких стопроцентных рекомендаций пока нет. Вот, ну, влияет ли тип атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний на выбор, это тоже предмет дальнейшего изучения. И то, что показал слайд, будет ли польза от того, что мы объединим две стратегии, пока это тоже большой вопрос. Будет ли вот это объединение стратегии взаимодоположения, выполняющей, метформин, который на первом месте, будет ли он основой этой стратегии. И последний слайд, последний слайд мой, на самом деле, любимый. Он существовал в разных вариантах, признаюсь вам честно. Первоначально он звучал так, до 2015 года. Далой клиническую инерцию, ранее интенсификация лечения до цели, а цель какая была? снижение сахара, снижение гликированного гемоглобина, потому что в 80-м году, 1980-м году показали, что да, как бы на 1% снизим, и уже это здорово для осложнений. А начиная с 2015-го года, я подумал, ведь это же не только про сахар, а цель-то другая у нас. Цель уменьшения преждевременной смертности, увеличения продолжительности жизни наших пациентов, дать им пульс, дать им жизнь, или дать им пульс, как хотите. Ну, не только в нашей стране, мы во всем мире всегда ищем, кто виноват, кто, кто, кто тут что-то такое напутал, да? И вот такая фраза Юлий Цезарь, Шекспир, действие первое, акт второй, или акт первое, действие второе, ошибка, дорогой Брут, не в наших звёздах, а в нас самих, потому что от того, что, каким образом вот эти современные достижения медицинской науки мы сможем внедрить функции внедрения, имплементации, внедрить в реальную практику здравоохранения, от этого зависит и продолжительность жизни наших пациентов, и качество жизни наших пациентов, то есть, я, когда первый раз выступал, есть такой проект курсор, и я обратился к врачам и сказал, говорю, смотрите, вот раньше вы приходите домой, вас спрашивают, ну, что ты там на работе делал? Вы говорите, я сахар снижал. Ну, и вы действительно это делали, и мы об этом только и говорили, мы ни о чем другом не говорили, а сейчас у вас кардинально изменилась миссия, потому что вы, используя современные результаты, можете совсем кардинально изменить исходы и заболевания, это принципиально важно. Спасибо за внимание. так. Спасибо. Нет, стойте. Встаю. Стойте, да. У нас обычно тут вопросы должны быть. Тут как-то сейчас посмотрите, Здрасте, здрасте. хотелось бы поделиться наблюдением, но я не знаю. Спировир при ковиде дает улучшение состояния, снижение температуры. Это что-то не разжет. Это не эти вопросы, это не к нам. Да, что-то не сюда, куда-то. Александр Сергеевич, спасибо вам. Вот дальше. Это вроде да. Позвольте, вопросы нередко пациент с диабетом имеют хронизацию инфекций мочеводящих путей. Должно ли нас, этот факт останавливаться при назначении глифозинов? Глифозинов. Глифозинов. Так, обязаны ли мы назначать дополнение к инсулину пациента инсулинов потребным сахарным диабетом сердечно-сосудистым заболеванием глифозина? Значит, ну здесь получается не один, а несколько вопросов. Если у пациента есть инфекция мочевыводящих путей, то, конечно, я бы не рекомендовал вначале бы заниматься ликвидацией инфекции и потом подумал бы о назначении препаратов из класса глифозины, потому что это абсолютно доказанный факт, что они создают вот этот фундамент, условия для формирования инфекции и еще утяжелять его, это абсолютно неоправданно, просто это недопустимо. Второе, второй вопрос, обязаны ли мы назначить глифозины в дополнение к инсулину пациенту инсулина? Да, смотрите, здесь вопрос очень такой необычный, я могу вам сказать, и когда я первый раз представлял такой первый лунч у нас про глифозины был в Екатеринбурге, и там задали вопрос о сахарный диабет первого типа, если мы можем лишнюю глюкозу сбросить с мочой, и глифозины на самом деле они могут работать при нулевой, ну при нулевой массе функционирующих бета-клеток, им бета-клетки не нужны, там другие механизмы используются для снижения уровня глюкозы, может быть это было бы полезно для пациентов с сахарным диабетом первого типа, и первоначально ну были даже такие исследования с сотоглифлозин, который зарекомендовался неплохо, но потом потом были допущены целый ряд ошибок, когда пациенты диабетом первого типа, они должны постоянно регулярно получать инсулины, тут нет вариантов, что вы вместо инсулина назначили бы таблетированные препараты. В сочетании да, но обязаны продолжать инсулин, контролировать гликемию, потому что иначе это тоже будет опасно для наших пациентов. Сейчас пока из того, что я знаю, в мировой практике таких убедительных, доказательных исследований, я думаю, поставили даже на паузу в связи с результатами, которые я в таком сокращенном варианте показал, основной все-таки акцент, точка приложения это диабет второго типа, и я бы не рисковал для пациентов диабетом первого типа. Если означает ХБП клубочка фильтрации меньше 40, не имеющего сахарного диабета, депоглифлозон, не разовьется ли у него инсулино-токсичность, не будет ли на фоне приема препарата? С ХБП скорость кубочка не имеющим сахарный диабет, ну, я бы тоже не горячился пока, история идет все-таки про сахарный диабет, и мы назначаем сахароснижающий препарат, это принципиально важно. Так? Должны быть исследования, которые докажут, что это эффективно, что это безопасно, и там для разных представителей ингибиторов натрия-глюкозного котранспорта, так скажем, есть попытки из того, что я знаю, по-моему, по ДАПа, глифозину, там скорость кубочковой фильтрации сейчас фигурирует, по-моему, 25, но я очень осторожно к этому отнесся. Так, еще... И вот инсулино-токсичность, спасибо, что вы вот этот термин использовали, на самом деле, он очень... он очень... я думаю, он будет выходить на повестку дня, не только в плане докладов, а в плане вот отношений, изменения отношений к этой истории. вспомнил вспомнил о своих учителей, Павлова, Арифева, Искренним почтением онколога. давайте вопросы, да. Очень интересно. У меня вопрос такой, мы вообще с сахаром-то покончим наконец? Нет? Пока оставим? Нет. Там такая... Там у вас не было сахара. А? Не было там сахара в крови. Где? Там сердечно-сосудистые, почечные... Правильно. Акцент акцент на том, что просто сахароснижающие препараты, они остались как сахароснижающие, но они зафиксировали результат, которого никогда до того не было. Гликемия, она остается вот прицелом. Глюкозотоксичность остается и она начинает просто я сторонник и везде всегда это подчеркиваю, что глюкозотоксичность начинается очень рано. И не надо ждать там 10-15 и вот тогда что-то начинать делать. А надо начинать с самого начала. Почему в самом начале лекции показал слайд про внутриутробное питание? Отсюда идет начало. И начинать этой историей заниматься нужно с этапа планирования семьи. и здесь масса таких нюансов чисто политических организационных. Я даже когда-то выступал до ковида так получилось в Госдуме поставили вопрос про диабет и я сказал нужны кардинальные изменения на этот счет и максимально ранее выявление нарушения углеводного обмена еще до того потому потому что говорят вот преддиабет преддиабет сахар там 6,1 больше чем 6,1 а я всегда говорю это не преддиабет это пред кардиоринально метаболический синдром потому что люди должны понимать что это опасно и чем раньше я начну этим заниматься тем лучше хорошо вы поставили воспаление где-то в серединке даже я бы сказал ближе к концу во всей цепочке патогенетической на самом деле оно намного раньше вот я тоже это чисто это не как вам сказать это не потому что оно где-то в конце нет оно там находится в самом начале а в самом начале на первом месте считается там ну как классика звучит кульминация двух одномоментно протекающих процессов с одной стороны дисфункция бета-клеток поджелудочной железы она существует с другой стороны инсулино-резистентность а инсулино-резистентность это уже следствие хронического системного вялотекущего воспаления а это уже нарушение жирового обмена это уже повышение уровня свободных жирных там уже масса с самого начала что уже происходило и у меня есть просто ну не поставил здесь было бы у меня такая анимация есть хорошая называлась хомо макдональдс анимация не работает ну не это не 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 про не анимацию и там как у него начинается эта история первоначально наличие избыточной массы тела причем у меня есть лекции когда им пригласить я не знаю да Мадлена Юрьевна где это наиболее опасно почему он там там образовался ну там целая история про экстрацеллюлярный матрикс который контролирует размеры клетки про изменения все говорят вот смотрите там столько-то килограмм и пустой разговор про килограммы про сантиметры а я буду рассказывать про метаболическую гибкость про пластичность жировой клетки которая может увеличиваться в единицу времени в размерах она как будто бы дышит но есть система которая контролирует эти размеры и если мы выходим за эти размеры разрушается матрикс и жир идет туда где его никогда не должно быть помимо вот этих известных шести специализированных жировых депо и тогда это реальная опасность и у меня есть просто я не думал что вас это заинтересует это не просто я вам покажу я вам покажу я вам покажу картинки где бета-клетки нафаршированы жиром они просто как я не знаю это и сразу же с одной стороны нормальная секреция инсулина и вот повышенный уровень свободных жирных кислот там ну типа 2 миллимоль на литр полиметиновая да и бета-секреция инсулина выключена вот ее уже нету все и вы не контролируете ничего не контролируете дальше это один из самых ключевых вопросов когда-нибудь давайте в новом году сделаем какое-нибудь мероприятие с удовольствием расскажу ну что знаю я не претендуй в данном случае в данном случае надо дискутировать может быть даже дело не в знаниях а просто во взгляде дискутировать готов и еще мне очень знаете Павел Андреевич мне очень нравится вот есть такая еще история ну вот мы знаем есть три типа жировой ткани белая бурая коричневая и есть бежевая между ними все имеют разные линии происхождения один вроде как жир все имеют различные функции и дальше белый жир адипоциты белый как бы считается опасный способствует развитию метаболически нездорового ожирения а бурый коричневый наоборот и тогда возникает вопрос и я на конгрессе вот который упоминал перед когда вот сейчас встретились сказал а есть ли возможность управления переходом одного типа жира другой и он называется процесс коричневения браунинг есть факторы которые могут запустить этот процесс и есть целая история каким образом мы могли бы и я тогда говорю смотрите мы начинаем говорим давайте бороться с ожирением а жировая клетка производит производит и секретирует более 600 биологически активных веществ имеет рецепторы ко всем гормонам тогда клетка с которой мы боремся мы абсолютно недопустимые вещи делаем значит что-то мы еще должны дальше двигаться свертывание в жировых клетках тоже ну давайте вместе пожалуйста я про свертывание не скажу много но надо почитать надо почитать я не человек который это самое я всегда признаюсь если что-то не знаю вот там же макрофагия еще макрофагия м1 м2 там все это пожалуйста давайте тромбоцит давайте я за если вы приглашаете без без разговоров даже вот если только вот втроем здесь в зале будем да ну хорошо я так смотрю вопросов что-то у нас сегодня мало народ подустал ну ничего в следующий раз если они напишут в чат вы мне передадите без проблем ну на самом деле это все потом выкладывается у нас в виде лекции люди читают смотрят возвращаются то есть даже то количество участников которые здесь оно обычно одна десятая того количества кто просматривает наши лекции у нас целый большой канал мы каждую неделю же проводим подобные лекции все это уходит и все это лежит и люди там десятками тысяч и даже сотни тысяч просмотров у нас есть лекции которые смотрят вот я думаю что мы эту тему немножко будем развивать потому что вы совершенно конечно ну я вообще давно считал что сахарный диабет к сахару не имеет отношения это другая болезнь это другая это маркер это просто маркер это просто самый простой маркер который вот он лежит и ты можешь его взять все вот я впервые услышал диабетолога подтверждение моих гавних мы абсолютно с вами согласен да это один из да но сейчас мы вот например занялись кардиометаболическим синдромом в перековидный период и обнаружили что резко растет число больных сахарным диабетом на фоне перенесенного ковида значит точно есть связь есть уже статьи об этом такая точная связь я не знаю то что она есть понятно механизм впервые на ковиде я изучал эти публикации было вот раньше ну там существовала вирусная теория там то но впервые было показано что сарс он поражает бета-клетки он поражает бета-клетки и потом там еще один очень интересный феномен острая инсулино-резистентность не как мы привыкли рассказывать там как говорится медленно не торопясь а именно развитие острой инсулино-резистентности и это тоже фактор который способствует развитию гипергликемии и так далее и так далее если бы одна гипергликемия это еще гипертония там много чего происходит но там тоже есть такая концепция что раньше говорили вот препараты про которые классы про которые рассказывал что надо назначить инсулин сразу и все а потом все-таки возникла такая точка зрения что надо защитить органы мишени органы которые в первую очередь страдают и тогда выстроилась немножко другая идеология в отношении ковида можем кстати сделать совместно если вам это интересно постковидный синдром у нас есть рекомендации общества я с удовольствием вас бы туда погрузил потому что очень хочется их пересмотреть они 21 года вот потому что по диабету конечно у нас там практически ничего не было вот вот мы передачи координаты есть Мадлена есть мы на связи почта есть вот просто мы же придумали постковидный синдром мы знаем что мы в июле 2020 года объявили впервые термин придумали и начали лечить мы его лечим очень активно у нас примерно 3000 человек с постковидным синдромом но мы конечно в основном ориентированы были на поражение центральной нервной системы которые там происходят на энцефаломиелит постковидный тромботический тромбоваскулит там много терминов вот но вот полгода назад мы что-то вдруг зацепили за кардиометаболический синдром и видим что действительно нужно этим тоже заниматься и больные такие есть ожирение после ковида диабет гипертония тяжелейшая вот поэтому эта тема конечно очень интересная я даже не знаю что мне сказать в заключении я обычно заключаю после да нечего наступающим я просто не знаю что сказать потому что я в некоторой растерянности от сегодняшней лекции почему я ожидал сахароснижающей терапии разговор на эту тему это было бы такое как вам сказать глубокое ретро потом я же весо заинтересованное чтобы что-то изменилось чтобы мы куда-то шли дальше вперед собственно лучше что для этого и сознательно чтобы двигаться я же заключительный слайд поставил только для того чтобы люди понимали что у нас появилась возможность которой у нас никогда раньше не было просто ее тоже надо осмыслить значит что бы я еще предложил вам обдумать мы занимаемся дистанционной медициной ну кто-то ее называет телемедициной мы говорим что это дистанционная помощь больным и собственно у нас есть медицинское бюро которое работает через нас прошло больше 7 тысяч человек с острым ковидом постковидным синдромом с фантастическими результатами лечения ковида у нас летальность которая всем хвастаюсь 0,3% 20% тяжелых больных на кислороде на гормонах то есть мы совершенно так сказать оторвались от общей практики но когда мы начинали эту дистанционную помощь еще до ковида задолго до ковида то мы обсуждали лечение хронических неинфекционных заболеваний в первую очередь естественно это гипертония и сахарный диабет это две основные проблемы такие мировые что их надо курировать вести постоянно там следить за этими больными чтобы они комплоентность соблюдали потому что это все так поговорить то можно но мы же знаем что такое больные с диабетом это же ужас их палкой надо бить чтобы они что-то делали по-человечески вот и для них мы придумали вот систему такого введения мониторинга с применением бота который напоминает постоянно автоматически и так далее может быть вас тоже это заинтересует тематика потому что это вообще на современном уровне это искусственный интеллект это просто у нас готовая платформа я могу сказать что меня это интересует раз что я уже 30 лет издаю для больных журнал я думаю единственный в нашей стране журнал диабет образ жизни где рассказывается вот объясняется им почему это можно это нельзя как и так далее и так далее и я считаю что так скажем это абсолютно необходимые то что вы рассказываете это относится к терминологии всемирной организации здравоохранения терапевтическое обучение и вот то что вы делаете значит у нас вот опросник нас симптом чекер который по ковиду мы сделали через дню прошло слегка 60 тысяч человек 60 тысяч он бесплатно висит в интернете там идея стоит в том что получается диагностическая гипотеза человек читает рекомендация что ему делать какие исследования как лечиться и так далее то есть это такой ну самоучитель если хотите или справочник современный эта технология у нас просто вот она лежит работает и мы готовы подключать все новые и новые коллектив потому что мы видим что в этом современное развитие и науки и практики просто семимильными шагами может идти ну давайте после нового года тогда я с удовольствием потому что эта тема мне очень близка хорошо но не очень близко она мне близка потому что это идеология и диабет в данном случае это модель отношения к любому хроническому неизлечимому заболеванию и я был одним из авторов книжки эксперты ВОЗа терапевтическое обучение хронических болезней 1998 год то есть эта тема мне близка и я ее считаю абсолютно необходимой потому что вот это когда у нас вот есть регламент и режим времени на одного пациента когда у тебя нет времени ничего ему рассказать а чисто нельзя 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 компьютер позволяет вообще почти не общаться он может общаться целый день сидя за клавиатурой подходит это один из вариантов решения спасибо что сказали об этом с удовольствием и у нас есть много молодежи которые можем подключить и это ведь все главное внедрять стиражировать Твери центр постковидный под нашим технологиям у них за год прошло примерно 5-6 тысяч человек и у нас есть центр в Витебской области мы тоже сделали с ними работу да мы же диссиминируем в Москве раскучно вот поэтому мы можем и туда сразу распространять эту технологию там сбора информации работы с больными то есть мы заводим это и дальше они просто давайте Павел Владимирович я просто ну я хвастаюсь немножко туда очень хорошо чтобы люди очень хорошо потому что у нас очень хорошая когда-то более чем 40 городах России от Владивостока до там Мурманска Архангельска делал учебные такие центры для больных диабетом ну это школы да это типа школы но школа когда мы говорим школы это одна история а когда терапевтическое обучение люди должны понимать что это так же необходимо как инъекция инсулина как любая вот суперская таблетка которую вот мы тут говорим смотри вот так и так и так и так потому что и плюс еще очень важно что это будет способствовать выработке мотивации у этого человека потому что он должен быть тоже в нашей команде он должен точно так же как и мы я использую это но для этого много термин он должен нести ответственность за результат это ответственное самолечение у нас даже термин для этого существует не подходит потому что никто все говорят о смотри он там прошел школу ну при чем здесь это он должен иметь возможность постоянно получать информацию на любые так скажем ситуации в жизни там говорят вот мы назначили инсулина он там то 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 но каждый день меняются условия каждый день что он же не ест одно и то же вот как говорится это все другая история не хочется сейчас в экран про боецовский анализ потому что мы с вами в математику сейчас полезем потому что боецовский анализ он как раз мы же им не пользуемся в России практически а он подразумевает память о предыдущем и то что должно быть в будущем он математически подбирает вам например уровень глюкозы который должен быть у вас лично что было что будет и вот он вас ведет ну смотрите эта математика вас ведет я понимаю это но точно так же как системы мониторирования глюкозы которые вот сейчас существуют там нет бестскана ну там нет этого но там все таки есть это навигатор вот вы садитесь за руль автомобиля мы с ними работаем поэтому мы в курсе этой темы понимаете люди говорят вот смотри это вот вы сказали это обязательно необходимо вы же садитесь за руль автомобиля вы пользуетесь без навигатора кто сейчас куда выезжает у меня сын пользуется а я ему говорю езжай не туда куда навигатор показывает а туда все едут езжай в другую сторону ну у меня в семье есть такие люди которые они знают лучше куда ехать да вот спасибо спасибо за приглашение спасибо я думаю что перед новым годом уже только пожелания с новым годом мира здоровья ну и до будущих встреч спасибо что приглашали спасибо у нас с вами будет встреча перед новым годом будет боткинские чтения мы будем обсуждать к сожалению военные тематики поэтому приходите на последнее заседание все тоже а как они боткинские чтения называются да у нас ежегодные боткинские чтения потому что мы тоже проводим с больницей Боткина боткинские чтения ну у нас это традиция общества она давно заложена здорово я не знал и каждый раз кто-то приходит мы просто приглашаем кого-то из лекторов а к нам мы общались с Александром Григорьевичем Чичалиным он хотел сделать бердяевские чтения я говорю слушай давай сделаем боткинские это более понятно врачебная аудитория просто про бердяева еще надо но немножко рассказать что кто чего и так далее у нас сейчас мы с прошлого года ввели еще два таких дня памятных это день памяти Валентина Санна Соновой который на будущий год сто лет будет исполниться Валентина Санна сто лет чуть-чуть неожиданно неожиданно Андрей Иванович завел память Касирского Иосифа Абрамовича мы решили что это будет такой день апрельский день памяти Иосифа Абрамовича Касирского Андрея Ивановича Воробьева мы с Андреем Ивановичем кстати знакомы были еще когда он заведовал вот этой кафедрой Касирского работал на базе центральной клинической больницы РЖД вот часовая улица вот это вот не часовая Лосино-Островская погонная вторая больница да вот ну и в общем да я думаю что мы с вами тоже с тех пор знакомы потому что я там с 70 какого-то четвертого или пятого года и я к нему когда-когда начался вот эта история с Чернобылем и приехал человек который должен был из Америки показать трансплант это Гейл или Боб а я привозил его в институт на 8 марта мне было поручено его сопровождать из Минздрава но у меня было такое поручение и чтобы он ну такой мальчишка на самом деле внешне но владел технологией я думаю что он в больших погонах был ну не исключено но не важно прислали и все спасибо всего хорошего друзья вот так вот так